События, люди и явления, которые определяют наше время. Меня зовут Олег Кривенко, здравствуйте. В ближайшие выходные православные ответят праздник, который для Оренбуржа имеет особое значение. Вообще вся неделя пройдет под покровом нашего главного символа – пухового платка. А все потому, что в воскресенье как раз и случится покров Пресвятой Богородицы. О празднике и о том, как к нему подготовились оренбургские пуховницы, мы и поговорим в сегодняшней программе, но в начале обзора некоторых примечательных событий. В связи с отставкой главы Оренбурга Евгения Арапова, его заместители и глава округов прекращают полномочия. Но почти все останутся на своих местах на условиях срочного договора. Расторгнут трудовой договор лишь с Геннадием Борисовым, проходящим по коррупционному делу вместе с Араповым. Мера пресечения учредителю комплекса Вишневский Виктору Железнову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, изменена. По решению Ленинского суда Оренбурга предприниматели готовы освободить от домашнего ареста под залог в 5 миллионов рублей. Если в течение 7 дней его не внесут, обвиняемому придется остаться под арестом до 6 декабря. Накануне в дежурную часть Солилецкого городского округа обратилась местная пенсионерка. В магазине у нее случился конфликт с другим покупателем, в ходе которого он ударил женщину головой. Все это попало на видео. Потерпевшая получила стрясение мозга и была вынуждена обратиться за медицинской помощью. В отношении обидчика возбудили уголовное дело. Руководство Армета Юмс отменило приказ о сокращении работников предприятия. Ранее руководство выпустило два приказа о продлении простоя до 21 октября и сокращении тысячи работников. О сохранении персонала шло речь на совещании с губернатором Юрием Бергом. Об отмене приказа сообщил председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Черков. Он опубликовал на своей странице в соцсессе копию соответствующего документа. В Оренбургском президентском кадетском училище подвели итоги окружного слета поисковых отрядов Приворжского федерального округа никто не забыт. Три дня более 300 поисковиков из 14 регионов Приворжского федерального округа делились друг с другом опытом своей работы. По итогам слета первое место в командном зачете занял отряд из Оренбуржья, второе у Пензенской области, третье – поисковики из Татарстана. Каждый год 14 октября верующий вспоминает и почитает Божию Матерь, которая всегда поддерживает, укрывает от бед и печали, избавляет от грусти и страданий и направляет на путь истинный. Считается, что Покров – это день, когда осень встречается с зимой, потому как именно в это время нередко выпадает первый снег. Отчасти поэтому в канун праздника в Оренбурге уже 9 лет проходит акция «В Покров день, платок на день». Впрочем, речь идет не об одном дне. Вся неделя наполнена необычными акциями, флешмобами, экспозициями, презентациями и многим-многим другим. Наша Екатерина Киселева знает, чем именно готова удивлять и согревать оренбуржцев. Они совершенно невидимые, это очень сложная в работе нить, но другой нитью здесь нельзя работать. Эти невидимые нити творят невиданную красоту, но только в очень умелых, очень старательных и очень талантливых руках, таких, как у Анны Советовой. Основатель Дома пуховой моды она давно доказала, оренбуржский платок может быть фэшн-продуктом. Теперь доказывает, что на него в прямом смысле слова молиться можно. Соединить икону и пуховязание – идея смелая и дерзкая. Но Анне творит такое, как она сама говорит, буквально сам Бог велел. Прямо в храме Христа Спасителя. Я вижу икону, оформленную, вот кучей каких-то милых цветочков, каких-то вот на нулевом этаже. И я такая поняла, что мне вот, ну, как-то, боже, мать так сказала, да ты успокойся, потому что это красиво. И она успокоилась, и вместе с целой артелью единомышленница создала первую пуховую икону, потом вторую, третью. Сегодня кудесница готовится к покрову Пресвятой Богородицы. На вопрос, что в таком скрупулезном труде важнее, «Вера или художественный вкус» Анна отвечает после паузы. Не было бы веры, и этого не было бы тоже. Это, наверное, ассоциативно связано с первым днем, когда выпадает снег, с нашими бескрайними степями, которые покрываются этим снегом. И для русского человека вот покров, платок, образ матери, образ женщины, он очень близок. И мне в том числе. Поэтому это все пропущено через душу, получено благословение. Но и художника в этой истории никуда не денешь. Анна и ее команда действуют смело, ни на кого не оглядываясь. Впрочем, как всегда. Цветовое решение, оно такое дизайнерское. То есть я так увидела, я захотела выделить белоснежный, белый покров на голубом, как небо. И голубой и синий – это цвет Божьей Матери. Такое сочетание. Может быть, оно не каноничное. Мы привносим ему такой свой взгляд, такой женский, ремесленный. Общая женская любовь к Божьей Матери и экспериментам вылилась в такое вот признание. К покрову дню искусницы на радость городу и жителям создали икону, к которой сможет прикоснуться каждый. Ее будут освящать в воскресенье, 14 октября. К ней будут обращаться с просьбами, у нее будут искать утешение. Я приглашаю всех в Дмитриевский мужской монастырь. В 12 часов состоится освящение торжественное, это иконы, на которой мы как-то будем хвалить Божьей Матери и вот таким способом, с помощью платка, выражать ей свою любовь. Это соединение войлока с оренбургским пуховым платком. Такая была идея у дизайнеров молодых. Пока в Доме пуховой моды икону готовят к освящению, в галерее оренбургский пуховый платок готовят свежую выставку и тоже к покрову дню. Само название древней традиции с новыми лицами намекает. Здесь все смешается. И вариации молодых дизайнеров на тему главного символа Оренбуржья. И, конечно, старое доброе вечное. Это не просто не молодой платочек, это вообще легендарный платочек, потому что мы начинаем здесь рассказ вообще вот с этой выставки, с 58-го года, с брюссельской выставки, где наши платки были представлены и получили там серебряную большую медаль. Это было вообще большое событие для нашего промысла, вообще для Оренбуржи, для нашего края. Тогда же появилась и песня «Оренбургский пуховый платок». А вот в семье Венеры Масалимовой вязать платки начали гораздо раньше, чем появилась эта песня. Сначала ее бабушка со своей мамой, теперь сама Венера со своей дочерью. Династия из села Желтая, в которой спицы в руки берут лет 8-9, известно даже за пределами страны. Самое удивительное, мастерицы никогда не высчитывают и не вычерчивают эти ажурные узоры. Говорят, рождаются в голове, а после разлетаются по всему миру. И в Тушенко покупал в свое время, Зыкиной дарили, Путины жених из Австрии к нам приезжали, из Новой Зеландии, из Франции приезжали, вот они увозили наши паутинки. В Покров день все желающие смогут увидеть, как работы этой прославленной династии, так и смелые пуховые выходки начинающих мастериц. Ее стоит посетить хотя бы для того, чтобы узнать, как платки 19 века могли дожить до наших дней, и что общего паутинки с нефтью и газом. В общем, к Покрову все готово. Будет чем укрыть. Это все востребовано. Это то настоящее, что тебя подпитывает от земли, от матери. Поэтому это должно существовать. Екатерина Киселева, Станислав Доминов. Наше время. В свое время Владимир Ильич, он же наше «Все Ленин», написал статью, названную о национальной гордости великороссов. Похоже, нам тоже нужен пытливый ум, чтобы написал не статью, а целую книгу о легендарном оренбургском пуховом платке. Хотя чего это я? Таких изданий вышло не один десяток, не считая знаменитой песни в исполнении Людмилы Зыкиной. Но отдавая должное поэтам, прозаикам, композиторам и художникам, каждый из которых внес свою лепту, прославляя наш платок, хотелось бы узнать, а нынешние-то оренбуржцы столь же трепетно относятся к одному из главных символов нашего края. Вот мы и поинтересовались у горожан, почему, на их взгляд, так знаменит оренбургский пуховый платок. Ну, во-первых, качество известно во всем мире. И действительно, он соответствует всем требованиям, которые предъявляют самые лучшие российские женщины к этому изделию. Он теплый, легкий, мягкий, красивый. И, по-моему, вполне заслуженная репутация. Он, во-первых, стал брендом. Во-вторых, он, на самом деле, и душу греет, и тело греет. Во-первых, все-таки это бренд. Нет ничего похожего на аналогичного нигде. У меня бабушка вязала сама платки. Так что мне это знакомо не только покупной, вот, а вполне. Так что я к этому дашусь еще, может быть, и с позиции своих предков, которые этим достаточно много занимались. Поэтому для меня это еще более родное такое. Не только оренбургское, но и свое собственное, фамильное. Ну, потому что он качественный, потому что теплый. Все, наверное, что я могу сказать. А у вас самое есть? Оренбургского пухового именно нет, нету. Я бы хотела себе приобрести. Ну, веками, как говорится, ковалась известность этого платка. Потому что основные артели были здесь созданы. Вот, в 17-м, по-моему, веке или 18-м. Ну, и плюс знаменитый, при этом, то, что двор, не канвай второй, по-моему, насколько мне известно, либо Александр Третий, вот, продвигал на европейском рынке все это. Почему такой знаменитый? Ну, наверное, все-таки человек, который занимается этим делом, таким, таким тонким, таким. Это очень, очень душевный человек. А никогда, еще никогда в мире духовность, она и человеческие, такие добрые все качества, они были всегда еще в цене. Поэтому он никогда не будет, никогда не будет неактуальным. И всегда, я думаю, что будет только радовать нас, оренбуржцев. Те знакомые, кто приезжают в наш город, это очень, ну, отмечают вот этот момент, что можно в любом месте практически города купить платок наш. Оренбургский пуховый платок – предмет особой гордости не только жителей нашего края. Слова о нем вышла далеко за пределы региона. Елена Кузнецова заинтересовалась, а кто же из известных россиян стал обладателем нашего платка. И выяснилось, что только с отечественниками дело не ограничилось. Начнем с самого логичного. Виктор Боков – поэт, автор стихов для песни «Оренбургский пуховый платок». На написание своего самого известного стихотворения его вдохновил пуховый платок, который он купил для своей любимой мамы. Людмила Зыкина – певица, которая исполнила эту знакомую всем оренбуржцам песню. Во время концерта в нашем городе ей, разумеется, преподнесли пуховый платок ручной работы. Весальщица Кузжанова не раз создавала изделия для высоких гостей. И на этот раз именно она сделала подарок для Зыкиной. Алла Пугачева, конечно, одна из самых известных российских певиц, также не осталась без оренбургского платка. Платок с кистями, шаль с вышивкой рябины был подарен Пугачевой во время ее оренбургских гастролей. Надежда Бабкина получила в подарок такую же шаль, что и Алла Пугачева. Из рук тогда мэра Оренбурга Юрия Мещерякова. А вот Валерия не стала дожидаться даров. И, как писали таблоиды, перед концертом в Оренбурге певица вместе со своим супругом Осипом Пригожиным купила в фабричном магазине четыре белых палантина для подарков своим французским друзьям. Дима Билан – еще один артист, с радостью увезший пуховое изделие из Оренбурга. Если верить газетам, певец сам попросил у организаторов концерта ни много ни мало – десять паутинок. И когда платки привезли, Билан был в таком восторге, что завязал один из платков на шее и в таком виде отправился в аэропорт. Надо сказать, именитые иностранцы также получали оренбургские паутинки, и многие за такой подарок были благодарны. Например, Фергию. Известная певица получила паутинку от фанатов во время концерта в Москве. Необычный именной платок, узор которого создаяло из псевдонима певицы, был за полтора месяца связан вручную мастерицей Назиёй Мунасыповой, а подарен оренбургским фанатам на пресс-конференции. Стоит заметить, что певица по достоинству оценила ажурную вещицу и даже вышла на сцену в оренбургской паутинке. Шон Янг. Голливудская актрисе солидный палантин подарила чета безруковых. Актриса пошутила, что, видимо, от такого же платка и погибла Асидора Дункан. Но безруковые успокоили и удивили тем, что этот объемный платок проходит сквозь обручальное кольцо. После этого актриса взглянула на изящный подарок другими глазами. Да что там, даже легендарная Мадонна тоже увезла из России оренбургскую паутинку. Белый платок с узором из ландыша и звезде подарили на одном из концертов. А мастерица, которая связала его, позже сделала еще несколько точно таких же платков. Так что кто-то теперь может, набрасывая на плечи оренбургский пуховый платок, с гордостью говорить «как у Мадонны». Согласитесь, приятно, когда твоей, казалось бы, малой родине знают далеко за ее пределами. И славные традиции предков продолжают их потомки. Нам действительно есть чем гордиться, хотя и хочется, чтобы это был не только оренбургский пуховый платок. На этом сегодня все. Напомню, выпуски программы «Наше время» всегда есть на официальном сайте 56nv.ru. Наш телефон 37 0083. Мы ждем от вас интересные темы. Сделаем наше время вместе. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин